Ну что, дорогие друзья, я предлагаю вам проверить, где лучше будут укореняться черенки. У меня всего два черенка пеларгонии, и я буду использовать стаканчики с разным субстратом. Это чистый вермикулит во втором стаканчике, универсальный питательный грунт биомастер и немножко вермикулита. И я буду сажать черенки, сравнивать в каком субстрате черенки лучше укореняются и развиваются. Поливаю и тот, и другой субстрат. Далее, после оседания грунта делаю отверстие. И сажаю черенки. И через две недели посмотрим результат, какой черенок быстрее даст корешки и какой лучше будет развиваться потом. Дорогие цветоводы, прошел месяц после того, как я поставила два черенка пеларгонии укореняться, два разных субстрата, чтобы провести эксперимент, где лучше черенки пеларгонии дают корешки. Первый субстрат это у меня был земля для рассады с добавлением немножко вермикулита. Я добавила и чистый вермикулит. И сейчас уже точно могу сказать, где, вот посмотрите для сравнения, вот корни. Здесь уже видно через стаканчик, сколько много корней. Все они достигли дна и уже начали оплетать вот субстрат в поисках питания. Причем и сам черенок, смотрите, дал уже сколько почек проснулось, уже сколько появилось ростков. Несмотря на то, что здесь чистый вермикулит, нет питания, поливала я просто обычной водой без добавлением каких-либо подкормок. Здесь в субстрате земля для рассады, немножко вермикулита для рыхлости. Здесь есть питание, но посмотрите, пока я через стенки горшка не вижу ни одного корешка. Черенок живой, листики увеличились, подросли. Но также я не вижу, чтобы вроде проснулись почки, но не вижу, чтобы они начали расти. Пока визуально, конечно, в вермикулите черенок чувствует себя лучше и развивается намного лучше. Сейчас я извлеку черенки, потому что вот в таком состоянии, конечно, черенок уже с вермикулитом пора пересаживать в питательный субстрат. Иначе сейчас он начнет голодать, все это появится на листиках, желтизна, признаки хлороза. Поэтому сейчас ему нужно дать питание с хорошим субстратом. Я специально подсушила черенки, чтобы земля была, субстрат был рыхлый. И вот так осторожно извлекаю черенки, чтобы не повредить корешки. И вот посмотрите, отличный результат, целая копна корешков. И, конечно, такой черенок сейчас быстро тронется в рост. И второй черенок, пока я этот откладываю, проверяю, есть ли здесь корешки. В одинаковых условиях находились черенки, при одинаковом поливе. И вот посмотрите, черенок вроде живой, но нет ни одного корешка. Нет, конечно, загнивания. Ну, что-то не то. Нет тех условий, чтобы черенок развился и укоренился. Он, конечно, еще живой. Поэтому, если его посадить обратно, он через какое-то время, может, ему нужно побольше времени, чтобы сформировать корешки. Поэтому я его посажу обратно и буду дальше ждать. А этот черенок с корешками, вот, конечно, уже буду сажать в питательный субстрат, используя стаканчик побольше.